Самое отвратительное слово, которое я знаю, это профессионалы профессиональные, потому что за этим скрывается всегда чудовищная скука, отработанность приемов, отработанность действий, ну и в общем ничего хорошего от профессионала не ждем. Ну, в каком-то смысле я в этом следую британской традиции, где как бы все любительское, все матерское, оно всегда интереснее, все немножко, знаете, сбоку, где-то покасательное, как говорили в России 19 века, все гораздо интереснее, чем то, что находится в мейнстриме. Я думаю, что, ну скажу честно, меня под угрозой расстрела, теперь уже не заставишь читать ни, ну скажем, мейнстримные книжки, изданные на русском языке. И они скучные, и неинтересные, и банальные, прежде всего, изданные чудовищные и так далее. Но вот то, что сделано как бы руками, то, что сделано на воле, интересе, настоящем интересе людей, которые не претендуют и в их круг ожидания не входит попасть в мейнстрим, вот это самое интересное, как, собственно говоря, в Советском Союзе в 70-е, 80-е годы все самое интересное происходило на краях. Да, это Ленинградская вторая культура и прочее, прочее, прочее. Я не говорю о том, что сейчас вот эта серия, которую мы обсуждаем, возвращает эти советские времена. Нет, это не одновидно самоиздата, это попытка на новых технологических каких-то и на новых социокультурных, я бы даже так сказал, основаниях создать культуру, точнее нет, не создать, а дефинировать культуру, которая уже существует, и литературу, и рефлексию всевозможную по поводу современного искусства и так далее. И самое важное здесь слово «современный». «Современный» — это не значит «тренды». «Современный» — это значит полноценное и отрефлексированное переживание того момента, в который живешь, в том числе и культурного, и социального, и политического, и какого угодно момента. Вот в этом смысле я думаю, что это превосходное начинание, и я, конечно, не буду здесь размахивать руками и говорить «давайте несите денежки», или «давайте читайте», да, это было бы как раз не в духе этого проекта, на самом деле. Но я бы сказал так, имейте это в виду, и имейте в виду, что в какой-то момент такие вещи станут самыми для вас главными, не серединными, и не популярными, а именно для вас персонально, для вас, для каждого отдельного человека, который принадлежит к определенной группе, к определенному интересу и так далее. Вот эта штука станет главной. Имейте это в виду, и вот.